С 2008 года в рамках программы капитального ремонта уже отремонтировано 540 жилых домов. В этом году в рамках региональной программы капремонта запланирован ремонт 64 домов на сумму более 400 миллионов рублей. В настоящее время подрядными организациями уже ведутся подготовительные работы на объектах. А во дворах устанавливаются детские площадки. Обо всем этом рассказал директор департамента ЖКХ и жилищной политики Завдят Сулайманов. С 2015 года при поддержке руководства Республики районных инфраунд Аднефть успешно реализуется программа «Мой любимый двор», благодаря которой установлено 96 новых детских игровых площадок. На территории муновой квартиры ЖКХ в прошлом году установлено 10 детских игровых площадок на сумму 5 миллионов рублей. По линии ТОС всего запилят в 2015 году 49 детских площадок, из них в 2018 году 15 штук. Для решения проблем в сфере ЖКХ создана и успешно работает диспетчерская служба «Открытый Альметьевск». В этом году в систему уже поступило 1400 заявок, из них выполнено 955. Количество обращений по жилищно-коммунальным вопросам, поступивших за 2018 год, в департамент ЖКХ снизилось в два раза и составило 436. Не осталось без внимания и тема уборки снега. По словам Завдята Сулайманова, в зимний период управляющими компаниями ежедневно проводится уборка на внутриквартальных территориях. Уборку производят 38 единицами спецтехники, погрузчики, трактора, самосвалы. Хочется отметить тот факт, что не все управляющие компании имеют в собственности спецтехнику, что не позволяет оперативно приступать к работе при выполнении осадков и подчеркивает их поверхностный подход. Глава района Айрат Хайрулин отметил, что работа управляющих компаний должна быть нацелена прежде всего на удовлетворение запроса населения. Есть у управляющих компаний такие, как отдадневки, которые не имеют ни одной индустрии техники. У нас должен быть соответствующий план, таких у управляющих компаний уборки быть не должно. Есть соответствующий механизм, куда можно бесконечно штрафовать каких-то должностных лиц, но от этого ситуацию-то не меняет. Поэтому есть более радикальные меры. Есть тут усмотренные законом и лишение лицензии, тем она такая благоиграющая. Ну и сами жители вправе перезбрать или переназначить соответствующую управляющую компанию. Тимур Туманов, Альмейцев ТВ